Сегодня активисты правосоюзного руха и волонтеры так само наведали тех, для кого увага и поддержка, бодай, самое главное. Гостей сустракали в доме-интернате Шубина, который находится в Ветковском районе. На мероприемство заветала и наша здымочная бригада. Александр Пахилов в Шубинском доме-интернате год. Миноведа столько прошло с момента, когда один за одним у гвардии подполковника запасу сдарились несколько инсультов. Парализовала левый бок Тулова. Пришлось опродать квартиры у Рычицы и переехать сюда. Иншого выезда не было. Зараз Александру 57. Каждый день он марает, что худка развитается с интернатом, набуде жилье и заживе самостоянно. Погуть, читая книги, гуляя по любимым маршруте и займается реабилитацией. И раз в месяц шакая приезду дачки и былой женки. День состоит, ну, как обычно. Подъем, прием пищи, кормит хорошо, уход хороший здесь. Потом прогулка, стараюсь больше двигаться, больше ходить. Хотя пока еще с помощью палки. Но выхожу на свежий воздух. Свой маршрут у меня намечен. Я вот прохожу обязательно этот маршрут. И уже пытаюсь часть маршрута идти без помощи палки. Палку просто держу для подстраховки в руке. Разрабатываю ногу. Ну, вы лучше себя чувствуете? Если сравнить, там, первый месяц после инсульта и вот сейчас. Значительных улучшений не произошло. Но некоторые движения рукой я уже без помощи здоровой правой руки могу осуществить. Раньше она висела, грубо говоря, плетью. А сейчас уже какое-то движение, прогресс какой-то есть. По коль мы гуторали с Александром, у столовой дома-интерната началось свято с нагода Дня пожилых людей. Усяго тут живут 117 человек. На три меньше, чем сдольная сместить установа. В основном это люди в возрасте от 50 до 97 годов. Многие живут тут 10 годами, некоторых забирают до дому родные. Але это бывает не так часто. Тому любая увага – каштонность. Нужду не испытываем, потому что все, что запланировано, нам поставляют. А так, единственный дефицит – это внимания, некоторым его не хватает. И поэтому рады, когда кто-то приезжает или в гости, или общественные организации. Я скажу, что у нас активно работают волонтеры с исправительной колонией поселения. Они бывают по выходным, суббота, воскресенье. Они с ними общаются, играют в разные игры. И нам здесь раскрашивают здания, помогают фасаду украшать. То есть это первые волонтеры, которые на постоянной основе. На мероприемство с нагодой Дня пожилых людей Гомельское областное объединение профсоюза выделило 600 тысяч рублей. На акцию в доме-интернате Шубина – тысячу. Ладить святы допомагали и волонтеры. Подарунки, кветки, концерт, салутки, столы – просто махчимость отчуть себе потребными. Такий насыщенный день у интернате запомнить надолго. И все ж таки, хочется верить, что эти люди будут потребны не только державе, а и своим родным. И смогут вернуться додому. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель» из Ветковского района.